Здравствуйте, дорогие мои приятели! Существует веками сложенная традиция, годами оточенные обычаи и, соответственно, пословицы. И люди давным-давно уже их-то все прожили и все это подтвердили. И недаром существует такая пословица «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Именно следуя этой пословице, я очень сильно хочу, чтобы вы подняли себе новогоднее настроение. В мирской суете, семейных хлопотах, рабочих заботах мы забываем, что скоро новая эра, идет новый 2018 год. И это так здорово, ведь это новая жизнь, новые друзья, новые знакомства, новая суета, новые, может быть, квартиры, может быть, новые знакомства с родственниками, может быть, новая встреча с любимым, может быть, новые платья, а может быть, новая работа. Ведь все это новое. Помните, я всегда говорила, что за поворотом вас ждет только самое хорошее и самое доброе. Всегда это знайте и всегда заглядывайте за поворот. Так вот, чтобы подготовиться к этому поворотному событию, нужно быть во всеоружии, нужно быть вот с такой огромной улыбкой, вот с такими счастливыми глазами смотреть на этот мир. Как? Я вам сейчас все расскажу. Как делаю я на своем примере, как я готовлюсь к новогодней суете, к новогодним праздникам. И просто поднимаю себе настроение. Советую вам поступить точно так же. Ведь это очень-очень просто, а самое главное, очень доступно. Давайте смотреть. И начинаю я свое новогоднее настроение в создании новогодней атмосферы в своем доме, в своем уютном уголке. Я украшаю стены, украшаю свой камин, стол, все, что могу, различными новогодними атрибутами. Мой новогодний декор, конечно же, касается и новогодних венков и елочек, новогодних игрушек и свечей. Все должно быть торжественно, все должно быть подчинено моему настроению и одновременно его создавать. Милые клеточки, правда? Вечки. И даже корица идет в ход. А самое главное, я люблю заполнять открытки. И этим я тоже создаю себе новогоднее настроение. Эту открытку я послала своей доченьке. Но также я подписала множество открыток своим друзьям и близким. Кстати, делала почему-то я это очень редко. Но с этого года буду постоянно. Ведь это самые добрые слова, которые мы слышим в конце года. И ведь это так приятно. А если еще мы нарисуем такие чудные рожицы, то это еще будет и весело очень. Пусть все улыбаются. А потом необходимо обязательно пойти куда-нибудь в большой торговый центр или развлекательный центр обязательно, где атмосфера новогодняя просто окружает вас. Она поднимает вам настолько сильно настроение, что вы зарядите своим позитивом всех вокруг и своей энергетикой также поделитесь с окружающими. Посмотрите, сколько сверкающих огней. Посмотрите, как мастера постарались это все украсить. Сколько людей. Какие красивые декоративные композиции. Красивые наряды. Все в огнях. Замечательные, уникальные, эксклюзивные, наряженные елочки. Они сделаны из бумаг. Они сделаны из подарков. Это же так вдохновляет. Это такой восторг вызывает у всех. Каждая елочка не похожа друг на друга. Каждый стиль различается. То она может быть такая белая, пушистая, с синими огнями. А то может быть с желтыми огнями и с олененком. А может быть просто снеговичок, который миленько катается вот на такой качеле. Это тоже вдохновляет. Или такая красивая и стильная елочка с розово-голубыми шарами и серебристый олень. Или снежинки. Елочка снежинок. Ведь сколько вдохновения вы найдете, когда посмотрите. Все эти милые сердцу бантики, звездочки. Вот такие вот сердечки. Как здорово они вдохновляют. Как здорово они поднимают настроение в такие пушистики. Фотографируйте, снимайте. И каждый раз пересматривайте. Ведь это и есть ваше новогоднее настроение. От вас заряжается планета. Помните об этом. Идите дальше по магазинам. Смотрите и рассматривайте игрушки. Милые ангелочки. Их можно трогать. Их можно брать в руки. Какие они трогательные. Или просто свечки возьмите. Пусть она электрическая. Но ведь нам это не важно, правда? Задуйте ее. И улыбнитесь. И у вас обязательно поднимется настроение. Потому что вы сделали что-то невероятно глупое. И это так здорово. И это правда поднимает настроение. Вы не верите? Ну вот, наконец-то поверили. Окунитесь в атмосферу уюта и тепла. Комфорта. Выпейте чашечку кофе, если вы любите. Или чая. Я люблю всегда капучино. Поэтому в любом месте, в любое время я всегда закажу капучино. И мороженое. Я так много о нем рассказывала, что хочется его наяву показать. Вот оно, милое шоколадное мороженое. А это прекрасная композиция. Она просто будоражит ваше воображение. Ведь это тоже выступление помогает поднять ее с шикарного настроения. Живые люди, живая музыка. Пройдитесь по ночному городу. Неоновые огни. Сколько стихотворений. Набирается в голову и выплескивается. Я всегда с вдохновением смотрю на новогодние ели. На наши городские ели. Просто пройдитесь и улыбнитесь. Улыбнитесь окружающим. Или выйдите в конце концов в парк. Пошутите. Побегайте. Попрыгайте. Это зарядка бодрости на всю оставшуюся жизнь. И не только до конца года. Посмотрите. Чудачка Ира просто так бегает, прыгает, падает. И это классно. Потому что сегодня можно все. Сегодня можно вот так вот смотреть в небо. Вот так вот удивляться. Вот так вот просто лежать. Не хотите лежать? Прячьтесь. Бегайте, прыгайте. Каждое дерево – дом родной практически. И вся эта планета – ваша планета. А еще побалуйте себя сладким блюдом. Со спокойным, шикарным какао. И Маршал Миллоу. Это так здорово. Это так окутывает теплом. Это так обнимает. Правда, даже картинка красивая. А если приготовить, это будет вообще здорово. Это все быстро делается. Я его научу вас. Берете любое печенье. Я взяла, например, торнео. Есть орео или еще какие-то подобные. Берем крендель. Вот такой вот мини-крендель сахарный. Он нам понадобится для мордочек. Чтобы делать собачьи мордочки. Еще берем набор декора кондитерского. Карандаши. Мы будем ими рисовать. Все очень легко и просто. Итак, создаем сначала шоколадную глазурь. Две столовые ложки какао. 80 грамм сахарной пудры. Все это высыпаем и перемешиваем. Добавляем одну столовую ложку сливки. И две столовые ложки воды простой. Можете всего лишь добавить 3 столовые ложки простого молока. Все красиво и тщательно взбиваем, чтобы не было комочков. Это очень важно для шоколадной глазури. Ставим на огонь и ждем, когда начнет только-только закипать. Видите, закипает. Снимаем быстро, остужаем. И в остывшую глазурь кладем 30 грамм сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. И потом в получившуюся глазурь окунаем наши печеньки. Вкуснотища невероятная. А запах шоколада это запах сплетен кино и телевидения. Но новогоднего настроения точно. Ну вот, наши печеньки в глазури шоколадной. Выкладываем на полиэтилен. Затем кренделя приклеиваем к шоколаду. Даем высохнуть. И уже декоративными карандашами наносим красные носики, золотые глазки, потом синенькие зрачки и опять золотые ушки. Ну, скажите, что это просто. Ведь я это делаю впервые. И ничего, так получились вот такие барбосики, вот такие смешные мордочки, бульдожьи, но собачьи. Ведь год-то собаки символ наш. Сделали? Ну, замечательно. А теперь угостим всю семью или попьем тихонечко сами. Кофе, какао, все что угодно, что вы любите с такими сладкими крендельками да печенюшечками. Я их назвала печенюшными собачками. Заражайтесь моим позитивом и кушайте на здоровье. Ведь это так красиво смотрится в тарелке и так по-праздничному. Ну вот, миленькие собачухи. Практически с новым 2018 годом, мои хорошие. Так, забыла же, надо какао. Это моя любовь. Ложка сухого какао, разбавленного в кипятке. А сверху я обязательно маршмеллоу посыплю. Обязательно. Потому что именно этот кондитерский продукт придает кружевное, доброе, ласковое и уютное настроение. И только тогда вы почувствуете себя, как будто вы дома. Сыпем, сыпем, не жалеем, не жалеем. Все должно быть очень вкусно и превратиться в красивую пенку. Ну вот, как здорово и как классно. Ну что, не появилось еще новогоднее настроение? Нет? Кто-то сказал нет? Ну хорошо, последний рецепт, который лично от меня. Как я себе поднимаю еще новогоднее настроение? Несмотря ни на заботы, ни на работу, ни на хлопоты, я, помимо того, что беру чашку маршмеллоу, печенюшки беру и иду смотреть любимую сказку. Мою сказку. Узнаете? Это самая любимая моя новогодняя сказка. Три орешка для Золушки. Я смотрю ее каждый год с детства. И это мой секретик. Это стопроцентное попадание. И стопроцентное поднятое новогоднее настроение. Но здесь уже точно я выстрелила в лоб. И точно контрольным выстрелом. И последнее, что я сюда сделаю, конечно же, приготовлю новогодний стол. Какой-нибудь обязательно декор. Я уже показывала в своих роликах. Это, естественно, будут какие-нибудь нарядные салфеточки в виде елочек. Или красивые напитки. Безалкогольные или алкогольные коктейли. Я их тоже показывала. Смотрите, пожалуйста, в моих роликах. И как вот такие делать салфеточки, я тоже показывала. Включаю камин. И счастье начинается. Мое новогоднее счастье. Мое семейное счастье. Конечно же, это семейное счастье нужно немножечко подправлять. Не всегда оно бывает гладким и мягким. Оно обязательно, обязательно должно быть вот таким вот. Цветящимся, искрящимся, ласковым и согревающим. Ну что, мои дорогие приятели. С наступающим вас Новым Годом. Надеюсь, я подняла вам немножечко настроение и научила поднимать вас. Год с собаки. Это верность, преданность, ласка, доброта и душевность. Хочу, чтобы вы в Новом Году были отогреты, обласканы. Чтобы вы почувствовали себя нужной. Чтобы ваша жизнь была наполнена смыслом. Чтобы у вас было крепкое здоровье. А впереди ждал огромнейший успех. И за каждым поворотом вам встречались Дед Морозы с подарками. Чтобы вы улыбались и ваша гармония в душе процветала. И как с Женеком вы были просто счастливы. Да, малыш? С Новым Годом, мои родные! С Новым в 2018 году! И пока-пока! До новых встреч! С уважением! Ирина! Димун! Димуня! Лизун! Ты Лизун! Ты маленький Лизун! Ты маленький Лизун! Ты маленький Лизун! Субтитры создавал DimaTorzok